Вала Щух СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щух СД Всем привет! Продолжаю театральные истории, которые вдохновляют меня на описание моих песен. Недавно побывал на спектакле «Матросская тишина» в Московском театре Олега Табакова на Сухаревской площади. Начну с впечатлений о самом театре, так как был там впервые, а затем перейду к самому спектаклю. Для меня, как для бывшего очень большого любителя выпить и изысканно закусить, театр начинается не с вешалки, а с буфета. Если в театре нет буфета, то это для меня не театр, это какое-то конторское заведение. Если есть буфет, но в нем нет традиционного коньяка и бутербродов с икрой, белой рыбкой и ветчиной, то это не до театр. А если в театре есть и буфет, и коньяк, и бутерброды, но с одним продавцом на тысячу человек, то это говорит мне, что руководству театра наплевать на публику, и, соответственно, ничего хорошего они вам там не покажут. Ведь сами актеры с режиссерами часто говорят, от самовыражения не уйти. Вот они и самовыражаются, и в этом в том числе. Я вспоминаю, как в театр на Малой Бронной назначили художественным руководителем Льва Дурова, который тут же запретил там продажу спиртного. Постепенно в театр перестала ходить публика. Может быть, это было связано с качеством режиссуры и игры актеров, но я вижу здесь другую закономерность. Для настоящего театрала это священный ритуал – хлопнуть рюмашку коньяка в антракте и закусить хорошим бутербродом. Поэтому, если такой возможности не предоставляют, в такой театр он ходить не будет. Я давно уже не употребляю спиртное, но для меня это было и остается первым показателем хорошего театра. Так вот, в театре Олега Табакова все как положено, все на высшем уровне. И несколько буфетов, чтобы люди в очередях не стояли. И хороший коньяк, и шампанское для дам, и разнообразные бутерброды, и пирожные, и кофе. Поэтому вижу во Владимире Машкове, художественном руководителе театра, человека, думающего о зрителях и понимающего суть театра во всех нюансах. Любое искусство – это придуманная вещь, это сказочный объект, и тем более спектакль, существующий только на сцене и только во время самого действа. Так вот, в театре Олега Табакова, уже в фойе и на этажах, перед входом в зал, создана атмосфера этой сказочности, предвкушение праздника. Это настроение создает уникальный зеркальный интерьер, с множеством необычных декоративных стильных деталей, красивых витражей и пальм. Бросаешь взгляд на стену или потолок, и сразу все распадается на тысячи отражений. Ощущаешь себя в праздничной сказке. В театре повсеместно, в том числе и в зале, комфортная температура. Хорошая вентиляция, удобные кресла. Большой уклон зрительного зала. Хорошо видно сцену из любой точки. Зал небольшой, камерный. Везде, даже на улице, при входе в театр, установлены активные световые афиши, которые показывают небольшие отрывки из репертуарных спектаклей. Теперь перехожу к главному, к самому спектаклю. Не знаю, зачем он был так назван автором пьесы Александром Галичем, ведь к знаменитой московской тюрьме «Матросская тишина» сюжет спектакля никакого отношения не имеет. А это первое, с чем ассоциируется название спектакля. Видать, даже тогда, в далеком 1958 году, когда пьеса была написана, уже думали о пиар-ходах и продвижении театрального продукта. По найденной мною информации, этой пьесой должен был открыться театр «Современник», но не сложилось. Уже отрепетированный спектакль сняли по цензурным соображениям. И только в 1988 году, уже после смерти Галича, Олег Табаков поставил эту пьесу в своей табакерке, задействовал в постановке своих любимых учеников – Владимира Машкова, Евгения Миронова и Сергея Безрукова. Спектакль стал визитной карточкой этого театра в 90-е годы. В 2019 году пьеса в обновленной версии вновь воплощена на сцене театра Олега Табакова на Сухаревской площади в постановке самого Владимира Машкова, художественного руководителя театра. Не случайно премьера обновленного спектакля была назначена на 27 января – День освобождения Освенцима Советской Армией, который провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным Днем Памяти Жертв Холокоста. Ведь спектакль повествует о небольшом отрезке жизни уже немолодого Абрама Шварца и его сына Давида – жителей небольшого еврейского местечка на Советской Украине. Отец своеобразно, но беззаветно любит своего сына, мечтая сделать из него великого скрипача. А сын, недовольный отцовской опекой, также беззаветно служит своему призванию – музыке. И, как выясняется в конце спектакля, также глубоко любит своего отца. Мечты отца и сына совпадали, и Давид мог бы целиком реализовать свой талант, если бы не война. Кульминационной сценой спектакля является эпизод, когда к ослепшему и лежащему в госпитале сыну является видение умершего отца, которого Давид просит рассказать о последних минутах его жизни. И тот, с улыбкой и успокаивая сына, чтобы его ненароком не огорчить, рассказывает о том, как всех евреев из их городка фашисты вели на расстрел, а помогали им местные предатели-полицайи. Рассказывает, как совсем обычную житейскую историю, чтобы не причинить сыну душевную боль. Меня лично в его рассказе больше всего до глубины души потрясло одно слово во фразе, которую он за минуту до смерти бросил своему убийце-полицаю с русской фамилией. «Когда придут наши, они повесят тебя на ближайшей березе». Он сказал слово «наши». Старый еврей Абрам Ильич Шварц не отделял себя от русского народа. Все мы, жители России, русские. И евреи, и украинцы, и чеченцы, и грузины, и татары, и якуты. И только предатели недостойно называться русскими людьми. «Я люблю ходить в театр и видел много различных прекрасных театральных постановок. Но такого эмоционального воздействия на мою душу не оказывал ни один спектакль». Главные роли в спектакле сыграны воистину народным артистом Владимиром Машковым и молодым талантливым актером Владиславом Миллером. Сценография проста и незатейлива, поэтому не отвлекает от основной драматургии. Все сделано в высшей степени профессионально. Я всегда стараюсь поменьше раздавать всяких советов, даже своим детям. Но этот спектакль я не рекомендую, а настаиваю. Вы просто обязаны его посмотреть, мои уважаемые подписчики. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok